Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов. Давненько у нас уже не было без модов, поэтому, ребята, я решил сделать новую серию именно сегодня. И о чём будет новая серия? Может, вы там на заднем плане уже заметили, но новая серия у нас будет, как сделать полностью рабочий и крутой танк в отдельном Майнкрафте. Меня уже многие просили, помните, я давно делал видео про истребитель, я давно делал видео про вертолёт, и вы меня просили, чтобы я сделал видео про танк, поэтому, ребята, держите. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что именно ваши лайки передают мне больше сил для записи новых видео. Набираем 1500 лайков, выходит новая серия, мне просто нужно знать, хотите ли вы больше видео от меня, поэтому каждый ваш лайк намного ускорит процесс выхода в серии и просто сделает мне приятно. Также каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Кто ещё не подписан, вступайте, я буду действительно очень этому рад. Просто потратьте 2 секунды, но за эти 2 секунды сделайте меня намного счастливее. Но, ребята, мы больше не будем тянуть и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, в этой серии мы будем творить что-то новенькое, а именно танк, как я уже много раз повторился. Что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Нужно, наверное, почаще делать серии без модов, потому что если они будут выходить так редко, то я действительно забуду, как выдавать себе командный блок. Ставим его на землю и вписываем в него вот эту команду. Ссылочка на которую уже находится в описании, вам нужно сойти и скачать. Команда работает на версии только 1.8 до 1.88. То есть ни на меньшей версии, ни на большей. То есть на 1.8. Больше, ребята, меня не спрашивайте. Также для того, чтобы команда работала стабильно, без всяких лагов, да и в принципе, чтобы танк выглядел как танк, а не как блок, вам нужно скачать текстурпак, который так и называется танк. Он будет находиться на той же странице, где вы сможете скопировать команду, только чуть выше. Запомните, ребята. Мы включаем текстурпак, мы ставим командный блок и вписываем в него вот эту команду, которую я уже вписал. Если у вас в чате появится вот такая большущая, никому не интересная сказочка, это значит то, что команда была успешно установлена. Сейчас ее просто-напросто нужно активировать. Делаем мы это очень просто. Просто ставим рядом блок редстоуна, ну или нажимную плиту, или то, что вам угодно. И вот наша коробочка была успешно установлена в наш мир. Также вы тут можете выключать и включать вот эту коробочку. То есть, когда вы ее выключаете, то никаких лагов не будет. Когда вы включаете, ну, то, в принципе, мир загружается командными блоками. Но это еще не все, ребята. Если вы не знали, то если вы пропишите вот эту команду возле вот этой постройки, это будет значить то, что, во-первых, ваш Майнкрафт будет меньше лагать. Во-вторых, в любой точке мира, куда бы вы ни пошли, эта команда будет работать. Да, поэтому, ребята, запомните. Тут вы можете удалить вот эту всю команду, нажать на вот эту табличку. А вот тут вы можете нажать и получить рецепты. А рецепты нужны для того, чтобы скрафтить сам танк. Ну что, ребята, давайте будем приступать. Это уже можно удалить. Давайте мы будем приступать. Нам нужно 20 блоков железа. Даже в обычном Майнкрафте, если вы хотите играть честно, вы можете это скрафтить запросто. 20 блоков железа, мне кажется, можно добыть за час или за два, если вы начинаете выживать в Майнкрафте. Выкидываем их на землю, выкидываем 4 блока редстоуна и выкидываем 3 рычага. И смотрите, что у нас получается. Это просто офигеть, потому что даже итем выглядит нереально круто. Это нижняя часть танка. Мы ее сначала не будем поднимать, давайте мы сразу же сделаем верхнюю часть танка. Мы выкидываем, давайте я сразу вот сюда перенесу, 32 пороха, 2 поршня и 6 блоков железа. И у нас получается тюрет, как она называется, тюрет по-английски. Мы поднимаем вот эти два блока. Смотри, как они даже круто. Офигеть, как они круто даже. Знаете, вот в руке можно держать танк, ребята. На версии 1.9, но, к сожалению, эта команда на той версии не работает. Вы же можете использовать две руки. Поэтому представьте, как бы круто было, если бы в одной руке держали нижнюю часть танка, а в другой в верхнюю часть. Вот реально прикольно бы было. И как нам... Ааа... Нет. Как нам вообще сделать танк? Нам нужно выкинуть первую часть и вторую часть. И они соединятся, и у нас получается яйцо призыва танка. Я уже тут построил специальную платформу, и мы, ребята, призываем. Вы готовы? Ну, давайте. 1, 2, 3. И мы призываем сам танк. То есть, как вы видите, он действительно очень круто выглядит. К сожалению, в вашем мире вы можете призвать только один танк. Я вам сейчас даже покажу, почему. Потому что, если вы призываете больше танков, то смотрите, что у вас пишет. То есть, у вас танк, во-первых, вообще не призывается, а во-вторых, у вас пишет то, что только один танк разрешен. Больше, чем один танк, вы, к сожалению, не сможете призвать. Поэтому со своими друзьями вы не сможете постреляться, как, например, в том же истребителе или в том же вертолете, который я показывал в предыдущих сериях обзора вот этой техники. Поэтому, к сожалению, вы можете призвать только один танк. Как его удалить? Вы можете кинуть в него рычаг. Давайте чуть ближе кинем. Вот, да поднимись ты нафиг. Кинем прямо, прямо в танк. И у нас обратно поднимется яйцо. Да как нафиг один танк разрешен, если больше тут танка нету? Я только что... Вот, наконец-то. Нужно, наверное, чуть времени, чтобы перезагрузиться. И вот, ребята, наш танк. Но если вы садитесь... Вот, стоять, стоять. Куда ты погнал? Куда ты погнал? Не-не-не, танк. Не туда. Вот, 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 вот в эту сторону. Да-да-да-да. Вот так. Нет, давайте еще немного. Какое тут управление? Давайте я даже немного потише сделаю, потому что мне кажется, что это очень громко. Или мне так кажется. Я не знаю. Какое тут управление? Во-первых, давайте возьмём в первый, второй и третий и четвёртый слот порох. Это для того, чтобы мы смогли стрелять самой турели. Дальше. Как работает вообще танк? Потому что тут управление немного замудрённое. Как он работает, я сейчас подробно объясню. А чтобы вертеть турелью, вам нужно просто оборачивать обзор вашей мышки, да? То есть, в каком направлении вы посмотрите, в том направлении будет смотреть ваша турель. Это одно управление. Но вам ещё же нужно управлять самой нижней частью танка. Я не знаю, почему разработчик сделал то, что тут два управления. Одной части танка и второй части танка. Не, ну в принципе, в самом танке находится, в реальном танке находится до четырёх людей. Как я знаю, которые и управляют и одним, и другим, и стреляют, и пулемётчики, и многое другое. Но, это же Майнкрафт. То есть, в вертолёте, например, куда ты посмотришь, туда он не полетит. А тут, одной частью ты управляешь мышкой, другой частью ты управляешь клавишами. Но, какими клавишами? Клавишами. Если вы выбираете первый слот, да, вот, например, вот этот первый слот, то ваш танк будет двигаться вперёд. Вот так он будет двигаться. Нет, не-не-не-не-не-не-не, ребята. Если вы выбираете первый слот, то он будет двигаться налево. То есть, он будет двигаться налево. Это, знаете, давайте я сейчас остановлюсь. То есть, возьмите, в пример, стрелочки на клавиатуре. Или даже W это вперёд, A это влево, D это вправо, а S это назад или стоять. Только переместите их на слот 1, 2, 3, 4. Если вы нажимаете на слот 1, то значит то, что ваш танк будет двигаться налево, да. То есть, он будет двигаться только налево. Если вы нажимаете на слот 3, это значит то, что ваш танк будет двигаться направо. В то время одновременно вы можете вертеть турелью. То есть вы можете ехать прямо, но стрелять с турели назад Это намного лучше, чем, например, вы бы одними тем же управляли Например, если бы ехали прямо, смотрели бы прямо, и танк бы ехал только прямо Как, например, с тем же вертолетом Но тут вы можете, ребята, ехать прямо Вообще, смотрите, я даже не держу никаких кнопочек Он сам едет, вам просто нужно выбрать необходимый слот И в то же время стрелять, например, вот так Но как стрелять, я сейчас вам объясню Слот 2, вот давайте туда мы поедем, вот туда, ребята Слот 2, это вы едете прямо Ну, это, в принципе, как обычный... Вот сейчас, давайте я стану Вот туда, вот туда мы поедем И сейчас налево поедем, прям по дороге Слот 2, это ехать прямо То есть, всё, это как буква W Вы просто едете прямо, видите, я даже ничего не делаю Он сам едет прямо Слот 4, это стоп Это остановка, это ручник То есть, тут нет смысла Делать задний ход Потому что это, в принципе, танк Вы можете быстренько развернуться, да и поехать Но сейчас, как стрелять? Главное, не стрельнуть вот туда А, например Например, давайте выберем какую-то потенциальную жертву Давайте выберем Ну, допустим, вот этот дом Мы хотим сделать тут большущую дыру В этом доме Вот так Мы просто можем или на ходу стрелять, или остановиться Зачем я выбрал в первые 4 слота Порошок То есть, не порошок, а порох Извиняюсь, порошок нафиг стиральный Зачем я выбрал порох? Затем то, что... Он ничего не делает для управления То есть, если бы тут ничего не было Вот так, например Если бы тут ничего не было Вы также можете ехать И то есть, всё нормально будет работать Ну, а куда ещё один? Ага, я случайно Я случайно Я случайно его выкинул Вот так Выходим, забираем И садимся обратно Зачем я взял порох? Потому что ваша турель стреляет только тогда Вот смотрите, ребята Сейчас прикольно сделано Вот А сейчас... Смотрите, я походу забагал танк, ребята А сейчас он работает только на управлении Как я это сделал? А сейчас он работает только вот так Офигеть, как я это сделал? Как я забагал сам танк, ребята? А сейчас он работает вот так То есть, куда бы я не повернулся Танк полностью сам поворачивается Ребята, я походу сломал команду Потому что я сейчас полчаса распинался перед вами Чтобы объяснить, как работает управление этого танка Сейчас я просто-напросто вот это всё сломал И он работает сейчас нормально То есть, если мы нажимаем на W, он двигается вперёд Если мы нажимаем на A, он двигается Направо, если на D То есть, налево, если на D направо А если нажимаю S Вот, ребята, я держу S И он двигается назад Я, походу, сломал команду Ну ладно, не сама суть То есть, сейчас мы хотели рассматривать Вот сейчас смотрите, ребята Я даже вот так боком могу двигаться Это ещё намного круче управление Ребята, я сломал команду Я её просто хакнул Но, как стрелять? Вам нужно выкинуть порох на букву Q Вы выкидываете порох Пффф Летит ракета и взрывает всё нафиг Это сделано очень круто Я говорю, ребята Если бы я не полмал команду Это было бы ещё намного круче Ну, допустим, и так нормально Допустим, и так нормально Давайте я сделаю вот так Вот так ещё намного лучше Давайте сейчас мы будем громить всё подряд Потому что это же танк, нафиг танк, для того и сделано, чтобы громить всё подряд Мне не очень так понравился вот этот домик, ребята Какой-то он несочетаемый То есть построенный, ну, дерево везде, дерево Потом беленький балкончик и рядом с ним находится розовый дом Как-то мне он не очень понравился, поэтому прощай, домик Сейчас мы тебя полностью разнесём Только давайте чуть-чуть повыше стрелять Давайте чуть-чуть вот туда А он может вообще выше стрелять? Ау, танк, да вот-вот туда Или он может только прямо стрелять? Ну, фиг его знает, в реальной жизни он может в любом направлении стрелять Не знаю, давайте в это колесо стрельнем мы сейчас Мы-мы чё, сами себя поджарили? А-а-а, я походу... Я не знаю, ребята Нет-нет, всё, управление опять нормально То есть управление вернулось на своё место Я не знаю, как я вообще сломал этот танк Но я его как-то... Так же, как он сломался, так он сами починился Мистика нафиг, мистика Ну, ладно, давайте, ребята, мы поедем вот сюда И где-то мы вот тут остановимся Давайте, вот, давайте прямо Пум, стрельнули Пум, стрельнули Пум, стрельнули Вам просто-напросто нужно запастись порохом Для того, чтобы стрелять как можно больше И больше наслаждаться вот этой вообще крутой стрельбой Потому что это же всё-таки танк, ребята Он вам действительно пригодится Да, не то, что даже в ванильном мире Майнкрафт Если вы даже играете с какими-то модами То танк вам действительно пригодится Потому что он отлично будет справляться против большущих орд-зомби Да, не только зомби, а криперов и вообще других Но смотри, чтобы криперы к чёртовой матери не взорвали ваш танк Потому что может быть такое То, что криперы вообще подойдут с любой стороны И прям пуф-пуф-пуф-пуф-пуф И конец вашему танку Я не знаю, ребята Мы, прежде всего, можем сейчас это попробовать А что? А давайте попробуем, а? Ну что, ребята Вот у нас на пути большая куча криперов Это прям вторая мировая война Мы едем на армию немцев Сначала давайте мы выстрелим парочку раз Давайте мы... Пум! А, вот видите, я не выбрал Стоять, стоять, стоять Вот в том направлении Да, да, молодец, молодец Двигайся, трогайся Да, и сейчас, и сейчас стоять Выбираем, ребята Порох и пум! Пум! Одного убили Сейчас ещё сюда Убили А они как-то странно умирают Мне кажется Вам так не кажется? А если мы от первого лица будем? Вот, допустим Как-то он странно стреляет Я вроде стреляю сюда А вот там крипер умирает А если мы подъедем чуть-чуть Чуть-чуть ближе И давайте полностью затопчем этих криперов Давайте вот Пуф! Один умер Хоть я стреляю вот сюда Почему-то один умирает Вот Как я вам говорил, лучше с криперами не связываться Потому что нахрен они взорвут ваш супер крутой танк Поэтому криперам лучше вообще вплотную не подъезжать Только на большом расстоянии в них стрелять с помощью ракет Поэтому, ребята, лучше с ними вообще не связываться Но на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию Я очень надеюсь, что она вам понравилась, ребята Если так, то я буду очень сильно рад, если вы поставите большущий палец вверх Потому что чем больше лайков мы набрём на вот этой серии Тем быстрее выйдет новая серия Да и просто, ребята, если мы набрём 1500 лайков Я вам даю своё слово, я вам обещаю, что я выпущу новую серию без модов Мне просто нужно знать, хотите ли вы новые серии Или хотите ли вы больше видео от меня Ребята, секунда, не пожалеете Но за эту секунду вы действительно сможете сделать меня намного счастливее Потому что я вам действительно скажу большое спасибо Если вы поставите лайк Также каждый подписчик для меня как друг Поэтому я буду рад, если вы все вступите в нашу большую дружную семью Всё, что вам нужно, это также нажать на одну кнопочку И я вам также скажу большое спасибо Дождь, уходи Не сейчас дождь, не сейчас дождь Поэтому, ребята, секунда лайк, секунда подписка Но я вам за эти две секунды скажу действительно большое спасибо Также спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца Потому что многие то ли перематывают, то ли выключают А кто досмотрел его до конца и сейчас его ещё смотрит Ты прям нереальный молодец Я тебе жму руку и говорю ещё раз большое спасибо За то, что ты продержался до конца видео Ребята, всем удачи и всем пока Увидимся в следующей серии Я надеюсь, что вы придёте её посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok